Готовь сани летом. Будущий отопительный сезон планирует уже сейчас. Анализ ситуации по изношенности сетей, график проводимой работы, ее темпы и качества обсуждали на заседании Расширенного совета под представительством Акима области на реману Туригалиева. Было уточнено текущее положение дел, коммунальных предприятий и их планы на ближайший год. Состоялось детальное обсуждение вопроса о введении единого платежного документа за ком-услуги. Глава государства на расширенном совещании по социально-экономическому развитию страны определил основные задачи. В их числе модернизация ЖКХ, переход на новую тарифную политику и возможности обмена тарифа на инвестиции. На заседании в Акимате области подвели итоги прошедшего отопительного сезона, а также обсудили, что необходимо для планирования нового на 2023-2024 годы. В совещании приняли участие руководители предприятий и учреждений, ответственных за данную сферу. Ключевая проблема нашего города – это состояние ТЭЦ. Ее общий износ составляет 88%. По шкале оценки рисков предприятие находится в красной зоне. После технического обследования 11 зданий были признаны аварийными. В текущем году до конца апреля будет объявлен конкурс по изготовлению ПСД на реконструкцию и капитальный ремонт пяти производственных помещений ТЭЦ. Газотурбинная установка, основной корпус, мастерские, тепловые сети, служебно-бытовой корпус. После положительного решения госэкспертизы по оставшимся шести зданиям ПСД планируем в 2024 году. Еще один вопрос, который обсуждался на заседании – большие долги населения за коммунальные услуги. Только жители города должны 720 миллионов за прошедший отопительный сезон. Глава региона остановился на путях решения этой проблемы и дал конкретные поручения руководителям профильных ведомств. В прошедшем отопительном сезоне, хотя и были некоторые трудности, в целом он прошел без перебоев. Крупных аварий не было, поэтому жители были обеспечены теплом в полном объеме. На сегодняшний день кредиторская задолженность акционерного общества «Жайк Теплоэнерго» перед акционерным обществом «Кастрансгаз» превышает 1 миллиард тенге. Отмечалось на заседании. Также обсуждался переход на новую тарифную политику. Тариф в обмен на инвестиции. По Западно-Казахстанской области изношенность коммунальных сетей в среднем составляет 60%. По городу Уральск – 57%. Изношенность теплосетей. Изношенность оборудования – 88%. Сетей водоснабжения – 61%. Изношенность электросетей – 82%. За прошедший отопительный сезон в Теректинском, Каратубинском, Сырымском, Шангарлауском, Акжаикском, Жангалинском и Букиординском районах из-за непогоды без электричества остались более 34 тысяч потребителей. Глава региона сообщил, что для предотвращения подобных ситуаций рассматривается вопрос выделения необходимых средств. В то же время на сетях ТО «Баты Суарнасы» произошло 143 аварии. Основная причина – износ этих линий. Аким области подвел итоги совещания и поставил перед руководителями соответствующих секторов конкретные задачи по рассмотренным вопросам повестки дня. Уже сейчас начинаем подготовку к следующему отопительному сезону. Каждый объект я смотрю и проверяю лично. Начну с «Баты Суарнасы». Все обсуждаемые здесь вопросы будут на моем личном контроле. Потому что мы должны подготовиться к следующему отопительному сезону не только на бумаге. По факту должны быть полностью готовы. На расширенном заседании были четко обозначены предстоящие задачи для обеспечения качественного прохождения следующего отопительного сезона. Разработан план, согласно которому будут вестись все работы. Эффективная реализация трех рассмотренных вопросов напрямую зависит от руководителей профильных ведомств и организаций, а также самих жителей, отметил глава региона в завершении. Екатерина Шмидт, Алтын Бектеншкали, сайт Смигула, телеканал Акжаик.